Ветры биатлона Конечно, здесь нельзя не отметить То, как жители Петербурга Сами повели себя, отнеслись друг к другу Насколько там было поддержки От водителей, которые подвозили Если мы говорим на авторадио Филимальная работа таксистов Просто горожан, которые подвозили Абсолютно точно Я вчера прилетел из Тюмени И только телефон включил в самолете Все это Я Питер Мой Питер Все-таки Продолжаем Говорить о спорте Прилетел из Тюмени Завершился чемпионат России Официальный сезон биатлонный 16-17 На этом закончен Завершен Завтра будут объявлены Тренеры сборной России Завтра вечером мы узнаем Кто будет тренировать команду Я знаю Ничего сейчас не скажу И хочу отметить То что Меня как комментатора И как биатлонового политика Пока все устраивает С точки зрения названных фамилий Конечно За сутки ситуация может измениться Там будут специалисты Которых мы знаем Которые на какое-то время Так сказать Немножко Не то что потерялись Но вот отошли в сторону Но теперь снова готовы Шагать вот этой когортой Поэтому даст бог Подготовимся к Олимпиаде И все будет хорошо Но пытать тебя на предмет того Насколько кардинальны будут Эти изменения В определенном смысле В одной команде будут Кардинальные В другой Не сильно кардинальные Поэтому больше ничего не буду говорить Хорошо Но если все-таки Попытаться подвести итоги Этого биатлонному сезону Да Шипулин у нас второе место В общем зачете Кубка мира Да Есть еще какие-то Позитивные стороны У того что было в этом году Вы знаете Сезон вообще чумовой Со всех точек зрения Конечно Потому что мы вспоминаем Роскошную победу в эстафете И наши неудачи А потом Когда же Вот этот прямой эфир И мелодия Глинки Вместо гимна Александрова И вот эти мои судорожные Барабан в голове Разборки Что делать сейчас И ребята кстати Которые Вот сейчас расскажу Там же естественно запрещено Каждому встречному Поперечному Выбегать На сцену Там два парня Охранники Которые стояли Как раз Эти были ребята По национальности Чеченцы То есть они живут в Европе Их пригласили Обеспечивать порядок И мы естественно Там с парнями Побратались Еще задолго до этого И так далее У нас даже общие знакомые Нашлись И когда я побежал Никто меня не остановил Я говорю А как ты вообще там Типа живым-то прибежал За прещиной Ну вот так Все свои Да все свои Есть пара знакомых Но если говорить серьезно То вот этот вот Вот этот Ну вообще Сценарий Ощущение такое Что писал не человек Потому что Вот эти наши с Фуркадом Всевозможные недомолвки Потом соответственно Шипунинско-Фуркадские Братани Уже после этого всего Нет Сезон конечно Получился явно неоднозначным Я хочу сказать Огромное спасибо Слушателям Авторадио Я знаю что Большинство из вас Господа Смотрят биатлон И отдельное спасибо Конечно слушательницам Потому что женская аудитория Это самое главное Что у нас есть И главнее Женская аудитория Может быть только аудитория детская Потому что Когда пришли женщины Когда пришли мамы и бабушки Пришли дети И вот последние года Три-четыре Такой хороший Детский бум То есть раньше Такого не было С точки зрения узнаваемости Но самое главное Ладно узнаваемость Боксни Это второе Первое что люди Спорт начали смотреть Лыжи Как Смотрите какой у Стюгов Но Опять же Мы говорим про Шипулина Как человека Который лидер сборной У нас два По-настоящему Гениальных спортсмена Зимой И это не Шипулин Шипулин станет По-настоящему Для всех гениальным Когда выиграет Олимпийские игры В личной гонке И поможет нашей команде В эстафете Но мы говорим Про Женю Медведеву Конечно фантастическую Засловно Мы говорим Про Сергея Устюгова Феноменальнейшие люди Просто феноменальнейшие Поэтому Вот как-то все равно Биатлон Где биатлон Там лыжи А где биатлон и лыжи Там фигурное катание Потому что мы все Заизящные Понимаете пацаны Вот так Дима Но говоря уже Начал ты говорить Про ситуацию С Шипульным и Фуркадом Все-таки интересно Что там произошло Потому что то Что видели телезрители Ну это было конечно Не очень приятно Вообще Еще раз я рассказываю Сейчас в рамках радио Если помните Эту церемонию награждения Режиссер из Австрии Который показывал Эту картинку Он в момент подхода Наших к Фуркаду Он увел Переключил камеры И начал показывать зрителей Так называемую Телевизионную перебивку А в это время А в это время Наши не подавали руку Но поскольку Фуркад же говорил Он не будет Здороваться с Логиновым Не будет с ним общаться И потом Переключается камера На Фуркада И Фуркад уходит С пьедестала почета Я Еще раз повторяю Я отвечаю За каждое слово Произнесенное в эфире Я от своих слов Не отрекаюсь Но безусловно Когда мы с Фуркадом Говорили Сказал что мне очень жаль За Произнесенные слова в эфире Но сейчас уже знаете Как то старое помянет Тому глаз вон А кто забудет Тому оба Как известно Поэтому что сейчас К этому возвращаться Но я вам рассказываю Такую кухню Откуда что взялось Парень режиссер Уверял что Это произошло случайно Но мы ребят Не первый день На телевидении работаем Просто знаете Здесь европейская толерантность Сыграла Эх вот сейчас Вдруг кто-нибудь Что-нибудь отчебучит В итоге отчебучили Получилось еще хуже И на выходе Мы все вот эти вот Имели хэштеги И все такое прочее Но потом Всеобщая братаня Фуркад кстати молодец Он сказал на матче В интервью говорит Я готов быть кем угодно Хоть с миньей и так далее Главное выигрывать И так далее Все посмеялись Пожали руки Но мы с ним мирились Потом как два разведчика Да мы видели Да Мозгет баниони С легендарной светлой памяти Да Мы вот в этом подземном тоннеле Друг навстречу другу И тоже очень хорошо И никого не было Главное Никого Все так заходили Оп-оп-оп Эти стоят Мирятся Мирятся губерниев Не заходят Не мешаем Не мешаем Ладно фуркад там губерниев Ребята не мешайте никому Есть кто-то Кто может составить Ему реальную конкуренцию Во-первых Смотрите фуркад То есть человек И в личной жизни Попадает в яблочко То есть он С подругой Когда они собирались Так сказать Завести второго ребенка Все сделали так Чтобы родила она Ровно на следующий день После завершения Биатлонного сезона Представляете Какая стрельба Какая точная Какая точная стрельба Какие попадания Нет Но мы говорим Что конечно фуркад Как человек Такой Кубково-рекордный Безусловно Он соревнуется Действительно Сам с собой Это правда Задача всех остальных Как бы они относились К Антону К Шемпу К Йоханнесу Это выцарапывать Максимальное количество гонок Но это случай единичный То что сделал Симон Шемп На чемпионате мира Ведь ему тоже улыбнулась удача Как часто По щекам он получал От Шипулина В эстафете на финише И у него не было Ни одной личной медали У немца на чемпионатах мира А здесь победа в самой Ну будем говорить Сложной гонке Где бегут 30 лучших Это квинтэссенция Чемпионата мира Любого олимпийского турнира Поэтому Шемп молодец Но сейчас же тоже У норвежцев Интересная штука Йоханнес Бео Вернется этот Вернется этот Знаете кто сейчас В прямой эфир звонит Александр Иванович Тихонов Александр Иванович Не буду брать трубку Отвечу после После эфира Ну конечно Когда Спартак Ты что дурак Не в ухо орешь Так и хочется сказать А что мы в эфире Мы в эфире Драйв шоу поехали на Авторадио Продолжается Сергей Демидов Виктор Абрамян И Дмитрий Губерниев Блистательный здесь Спасибо Дима Кстати недавно Пару недель назад Был опубликован рейтинг Самых цитируемых журналистов И ты занял второе место Почетный Вице чемпионство За Венедиктовым Да Но это не к тому А давай еще что-то такое Прякнем Чтобы претендовать На золото Чтобы на первое место Нет Но конечно Надо Надо искренне делать работу Мы вот сейчас В Тюмени Сейчас устраивали Музыкальные вечера А мы видели Ты блистательно поешь Дима Не пою Не важно как пою Как могу и на барабан Знаешь как я Начало в восемь Там прекрасное заведение Авиатор Мои друзья Там приходят Зрителей много Без десяти восемь Я как штык Ну вход там Пока туда все Музыканты Пол девятого Я говорю Ребят Меня вот Лещенко Кобзон Учили что Музыканты в принципе На концерты На прямые эфиры Не опаздывают Не ну ты то вот Типа вот такой Я говорю Ну я может такой Потому что я всегда У вас в предбаннике Скок мариновался Час Час Дмитрий Ну потому что пробок Что-то не было И приехал Заранее Да нет Это правда Мы хотели предложить Пару фраз Коронных вспомнить Попробовать Я думаю что Дмитрий Прекрасно помнит Для слушателей Освежим может быть И ты скажешь При каких обстоятельствах То есть да То что мы сейчас Скажем вот начали С тех которые в ухо орут Да А верховское включение Я сейчас вот только Эксклюзивно расскажу Откуда это было Мы Это же естественно Никакой не прямой эфир Предназначалась Запись Для другой программы Но в этот самый момент Трагические обстоятельства Эфирные Такие знаете Весело Трагические Я пускал Примедно к эфиру Привели к тому что Кто-то нажал На какую-то кнопку И потом начались Судорожные вопли Мне в уши Вместо того чтобы просто сказать Там ты в эфире Спокойно и так далее И так далее Но я то знал что это было Ну и вообще это преследует Понимаете Теперь уже я Так значит Хорошо Не ругаться Окей Использовать литературное выражение Окей А теперь еще так Молчать Ну и как это было То есть получается тебе Редактор в ухо Зовет тебя Дима 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 И потом начинается поток Там Программа Все нам А я просто Что ты мне в ухо Что ты мне в ухо Зачем вы кричите мне в ухо Нет но это мой крест Ребята Это мой крест Привительно к тому что Я вот не хочу Но почему-то все время Как-то так попадаю Ведь все-таки Знаете как умные люди На чужих А я вот на своих Никак Но все Господа Вот в эфире Любимой радиостанции Хочу сказать все Баста Понимаешь как вот это Баста Сказал как отрезал Не применительно К рэпу Который я Один раз знаешь Был большое мероприятие Здесь лучшие люди рэпа Мне рассказывают Уважаемые Лучшие люди рэпа Лучшие Просто вот это звезды Там чувак пел песню И что-то я Нет не буду сейчас Заело что-то Что-то Не буду сейчас говорить Ну и серия Вот я вот в Питере В своем этом Свитере Что-то такое Ну рифмы сильные Рифмы сильные Я говорю Рифмы Александра Васильева Да то есть Группы сплин Да если что-то пошло То есть я думаю Ну если вот эти Лучшие в стране Тогда ну что Можно тоже рэп читать Можно тоже рэп читать Надо будет попробовать Говоря про То что любишь Не рэп Любишь рок Я хиви метал Да Мы пойдем в субботу С ребенком На Running Wild Первый раз Ребята За почти Тридцать с лишним лет Тридцать пять Я дождался Пока вот эти Немецкие пираты Приедут И вот этот Running the Storm Мы устроим вместе В Москве Наконец-то Слушай А у тебя вообще В публичных местах Вот так вот появляться С ребенком Как бы это Возможно Мы экипируемся В форму Футболочки какие-нибудь Нацепим Я вот ему футболку Кис такую привез Хорошую В Финляндии купил Как раз И тоже что-нибудь Такой нацеплюс А я вот сейчас тоже Я же вот Давай, Светани Да Те, кто видят нашу Смотрят нашу Видеотрансляцию Во все камеры Дмитрий Губерниев показывает Во все камеры Которые есть Свою модную футболку Все камеры страны Слушай, но Немножко не о биатлоне Наверное поговорим Потому что мы Насколько знаем Ты очень можешь Стать послом Москвы На чемпионате мира По футболу Такое предложение поступило Да И ты вроде его принял Я его принял С удовольствием Для меня это конечно Большая честь Потому что я же Ты еще раз рассказываю Что я очень люблю И горжусь тем И сейчас мы говорили С Валерием Карпином Который у нас отвечает На канале уже теперь За футбол Да, прекрасный тренер Замечательный мой товарищ Я буду работать Например на Кубке конфедерации Футбольным обозревателем То есть не комментируя матча Но ведущим студии Естественно на чемпионате мира По хоккею Естественно Вот сейчас тоже Есть замечательный повод Вспомнить Сергея Сергея Найчаимаева Да Великого Выдающегося Во всех смыслах Партнера моего Многолетнего Грандиозного И будем продолжать Его дело Работая в студиях То есть когда Умные люди комментируют А здесь ты задаешь Не менее умным людям Вопросы На которые Мы с Геничем даже Генчем Ну что тут во Франции Работал Генчем Ну вот что ты сегодня Там назвал Одного футболиста А там надо было Четверых назвать Я говорю Костя Работа телевизионного ведущего Заключается в том Чтобы все эти фамилии Грамотно и профессионально Назвал ты Человек который играл в футбол Которого блестяще комментируют Он со мной согласился И мы очень сильно Кстати подружились С бывшей Плеядой Ребят Которые с НТВ плюс Пришли И теперь на матч Составляем такой большой костяк Так что я обозреватель Слушай Ну а уже есть понимание Что будешь делать В рамках такой важной миссии Насколько понимаем Стадион Лужники Будешь осматривать Так сказать Готов Стадион Лужники Слава богу без меня Мэр осмотрел И вроде все идет по плану Но конечно Если позовут осмотреть вместе Я с удовольствием Присоединюсь к Сергею Семеновичу Вопрос не в этом Вопрос в том Что ну понимаете Мы же все живем в городе И мы не в отрыве От его процессов У нас сейчас не очень модно Скажем Хвалить начальство Но например Руководитель Москомспорта Департамента физико-культуры И спорта Города Москвы Олимпийский чемпион Мой кумир многолетний Мой друг нынешний Николай Гуляев И поэтому конечно Я Николаю помогаю Как могу Чем могу И это касается Вообще в принципе Развития физико-культуры И спорта В нашей столице И если есть возможность Еще вот с этой нивы Так сказать Зайти И попытаться Популяризировать что-то Но понятно Что футбол Может вы скажете Популяризировать нет нужды Но с другой стороны И смысл Иногда смотришь Как играет наша сборная И понимаешь Что Как-то может быть Зайти Так сказать С другой стороны Со стороны Кот Дивуара И начать его популяризировать Оттуда Чтобы к нам пришла Вот эта вот Здоровая волна Такого знаете Футбольного мастерства Понимаете Многофункциональный Дмитрий Губерниев Был у нас в гостях Популяризатор спорта Во всех его проявлениях Дмитрий Губерниев Спасибо огромное Спасибо ребят Что позвали Спасибо До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев